Добрый вечер уже, ну или там не вечер, 4 часа, что у нас еще, я не знаю, друзья, на канале Бакан 24, программа «Актуальна». Нет у нас еще заставочки к этой программе, она будет называться вскоре по-другому, пока вот «Актуальна». И сегодня у нас в студии с вами гости, в студии по-прежнему Ольга Коломогорова, работает «Ничего не изменилось», а у нас с вами гости, это доценты кафедры биологии, Института естественных наук и математики Хакасского государственного университета, Тамара Викторовна Злотникова, вот она, и Елена Юрьевна Жукова, вот, и сегодня у нас пойдет разговор про осень. Вижу звоночек, не понимаю пока к чему он, хотя звонки я буду принимать, вот какой-то звоночек. Здравствуйте, вот да, биологию с трудом надо учитывать, если кому сложно, старайтесь аккуратным. Спасибо за звонок. Итак, сегодня тема у нас такая уж, реже. Солнышко блистало, короче, становился день, лесов, таинственная осень, с печальным шумом друзья обнажалась. У нас настала осень, вся природа, соответственно, уже готовится к зиме, происходят какие-то процессы, в том числе и в городской среде, и давайте про это сейчас поговорим. Вот первый вопрос. У нас в этом году рекордно было жаркое лето, у нас Иванова была накануне в эфире, она говорит, как у них обычно, у синоптиков они отмечают. Вот июнь был жарким, за последние сто лет самый жаркий, вот июль был жаркий, там или август жаркий. Здесь все три месяца показали рекордно высокие температуры, то есть такого, такого лета не было за последние 96 лет, ни одного больше, вот. И, соответственно, август у нас был, ну, прям такое тоже роскошное буддийское лето, с дождями, но все равно с жарою. И вот наступил, правда, сентябрь, нас немножко подвел, нас так резко переселил в деревню Гадюкино, которая смывает. Но, тем не менее, все равно еще тепло достаточно. Но вот как у нас природа, каким образом живые организмы в природе понимают, что наступила осень? Каким образом это происходит? Ну, растения и животные ориентируются не на температуру в первую очередь, потому что температура вещь непостоянная с года в год. Как мы знаем, что вот 11 сентября, может быть, и плюс 30, да, как-то была такая осень, и, может быть, минус 2. Вещь непостоянная, а постоянным является продолжительность светового дня, или, точнее, соотношение светлого и темного времени суток. И поэтому, то есть это неизменно из года в год, и организмы реагируют именно на это. А температура, осадки, там, снеговой покров, что-то еще могут лишь корректировать наступление каких-то сезонных явлений. Поэтому, несмотря на жаркий август, растения, животные поняли, что приближается осень, и начали подготовку к осени, к зиме. Получается, вторая строчка Пушкина, уж реже солнышко блистало, оно меньше блистает, да, и, соответственно, живые организмы понимают, что наступает осень. Какие изменения происходят в организме растений при наступлении осени? Кому из вас это? Я думаю, ко мне. Значит, ну, сигнал информационный – это действительно фото-период. Изменения происходят следующие. Сначала активируется определенная часть гена. Они синтезируют специальные гормоны. Гормоны – это регулятор роста. Они управляют всем растениям, всё, что оно делает. Через специальные переносчики даётся этот сигнал, и уже мы видим то, что мы видим. Листопад, созревание, значит, изменение краски листьев. Это контролируется в основном двумя веществами. Это гормоны старения. Одна из них, так, ну, здесь придётся термин, это абцизовая кислота. Вот, а второе – это этилен. Этилен – это вещество газообразное. И вот они и осуществляют все эти замечательные процессы подготовки к зиме. Значит, во-первых, нужно убрать лишнюю воду. То есть вода – это всегда опасно, потому что если она замёрзнет, то разрушится структура, и растение пострадает. Поэтому обезвоживание, снижение – это будет хорошо. Ещё, собственно, вот перевод на стадии покоя – это и производит вот абцизовая кислота как раз. То есть она это заставляет замедляться растение. А вот этилен, у него очень много практического применения, как у абцизовой кислоты. Этилен позволяет именно созревать. Созревать вот эти все вкусные вещи, которые созревают, как раз делает нам этилен. И он же ещё защищает от механических повреждений и вызывает отделение плодоножек, падение листочков тоже влияет. То есть это, по сути, принудительное падение, потому что это адаптационная реакция, что пережить самый тяжёлый для растений период. И вот они не цветут, переходят в состояние покоя. Покой тоже интересный. Покой они начинают ещё, получается, разделяются на три фазы. И сначала огородники знают, начинают всё с лета. Уже во второй половине июля и август месяц уже растения готовились. Это предпокой. Они замедляют рост, готовятся, определённые вещества накапливаются. Потом они переходят, вот сейчас, они как раз с сентября начали переходить в состояние уже глубокого покоя. Он имеет много названий. Физиологический, органический покой. То есть это фаза самая лучшая, это глубокий покой. То есть они прям подготавливаются к фазе глубокого покоя. Заканчивается фаза глубокого покоя. Это очень интересно. Студенты всегда удивляются, значит, что она заканчивается всегда именно в самый холодный период. То есть в январь, вот в этот вот период. Как раз когда мы рассаду начинаем готовить. Бабушки все знают. Вот. И, значит, вот начинается подготовка. В этот момент пробудить растения очень сложно. Нужны специальные прям приёмы. Значит, нужно, ну, то есть там это отдельный вопрос. То есть очень сложно пробудить его. То есть она спит. И семена спят. И семена могут несколько лет спать даже. Вот. И вот она как бы спит. И поддерживается его вот этим двумя веществом. Эти два вещества находятся в большой концентрации. Они и заставляют растения засыпать. Вот. Там много чего происходит. Там, например, разрушается, в результате внешних воздействий разрушается хлорофилл. Например, листья теряют свою краску. А все вот пигменты, которые там были, красивые. Там жёлтые. Жёлтые ксантофиллы. Наши тополя – это ксантофиллы. Очень красиво. Золотые. Берёзки, да, тоже жёлтые. Вот. Каротин – это оранжевый, как морковка. И вот бархатцы тоже оранжевые, да. Ещё есть очень красивый такой багрянец у кленов. Это антоциан. Это вот эти пигменты. А пигменты вообще, студентам объясняют, что это ловушки для света. То есть они ловят свет. И вот эти пигменты, они становятся видимыми. А для чего именно дала листья свет? Специального, как бы специального ничего это не несёт. Потому что для самого растения специального значения этого не имеет. Потому что для растения имеет значение один пигмент. Это хлорофилл. А все остальные ему помогают просто. И поэтому, когда хлорофилл разрушается, ну, оканчивается фотосинтетический период, то все растения, ну, как бы вот, это выглядит красиво, но для растения это, ну, сами значения имеют. Наоборот, листва могут содержать вредные, даже токсичные вещества. И растения их сбрасывают. И листопадные деревья даже были радиации устойчивы, потому что они сбрасывают всё с себя. Получается, все токсины, иногда соли даже некоторые растения сбрасывают. Ну, всё, что накопилось, они сбрасывают. Они так очищаются ещё. Ну, мы так сбрасывали бы. Ну, да, программы детокса для растений. Да, 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 да. Некоторые умеют. Вот. Но есть ещё там третий период. Значит, третий период – это вынужденная покой, начинается с февраля. В этот момент растение как раз, значит, начинает просыпаться. То есть, их гормональный статус меняется. И, значит, после этого растение, в принципе, может расти, может развиваться. Ну, быстро развивается достаточно. Но его сдерживает как раз вот тепло. То есть, нехватка тепла его сдерживает. И как только, значит, тепло достигнет определённых значений, а это называется суммой эффективных температур, для каждого растения она своя. Её очень хорошо знает сельское хозяйство. Тебе занимается сельским хозяйством. И вот начинается развитие. Вот такой вот интересный момент. И растения тоже, они не одинаковые. Они могут ещё, знаете, как бы сказать, они по-разному относятся к фото-периоду. Это называется фото-период. Значит, есть растения, получается, дня короткого. Это наши, значит, получается, тёплые гости. Гости из тёплых стран. Например, табак. А ещё там цветочки из перила. Конопля тоже растения. Чтобы зацвести, ему надо вот менее 12 часов. Вот меньше 12, и всё, оно цветёт прекрасно. А, значит, есть, а наши, значит, растения, им нужен длинный день. Им нужен длинный день, вот больше 12 часов. Вот они только тогда. Потому что они знают, что длинный день – это лето. Получается вот так. Это вот все наши, ну, назовёте наше растение, все почти попадают. Есть ещё четвёртая группа. Это хорошо знают цветоводы. Есть четвёртая группа, потому что есть растения, которые в очень промежуточный тип. Они вот определённый период, вот ни полчаса больше, ни полчаса раньше. И вот растения цветут. Хризантемы такие вот. Хризантемы очень чувствительны в этом периоде. И ещё бывают растения, которые без разницы какой. Вот лишь бы свет был, а так без разницы. Это наши одуванчики всегда. Вот такие вот интересные адаптации происходят. Вот они ещё защищаются могут. Скажите, почему… Вот смотрите, почему они так неоднородно сбрасываются, листья? Вот не все разом так и горенькие стоят. А вот есть же деревья, которые, да, в багрянце. Вот они постепенно… А есть-то, которые прямо до самой чуть ли не зимы стоят. Зелёные, только потом уже в трубочку как-то скручиваются, уже коричневые какие-то непонятные. Почему так по-разному, в разный период листья падают? Вот это очень классный вопрос на самом деле. Есть много причин. Ну, точнее, их причин несколько. Обычно у нас вот как. Ну, вот, значит, есть определённая генетика в первую очередь. То есть генетика у растений. Тополя первые. Потом вот вяз, берёзки, липы. Значит, начинают после тополей сразу. Потом рябинки, клёны идут. Вот потом дуб. Вот у нас в Пребежинском парке дуб растёт. Да, дуб, ивы, яблони. Они позже всех. И позже всех, наверное, ивы. Ивы даже могут с зелёными листьями уйти. И это будет для них как бы нормально под снег. А вот для большинства растений уйти в зиму с зелёными листьями, это прям трагедия. То есть потому что листья-то водичку испаряют. А если они будут испаривать водичку, растение иссыхает очень сильно. То есть оно может погибнуть. И веточки могут, снег налипнет, и веточки обломаются. Поэтому для растений принципиально важно сбросить листву. В городе есть одна особенность. В городе есть освещение искусственное. А поскольку у нас причина сигнала световая, то он как бы подаёт ложный световой сигнал. Вот вроде бы как ещё где-то продолжается. И поэтому некоторые деревья, вы прям можете это увидеть сплошь и рядом, некоторые деревья, под фонарями особенно, они все уже вроде пожелтели в стороне, в темноте. А вот они ещё нет. И они вот могут сделать. Существуют, естественно, борются люди с этим. То есть существуют специальные вещества, которые заставляют, это как раз отсылка к этим двум веществам, о которых я говорила, принудительно сбросить листву. Там при уборке урожая используются вот таким вот образом. То есть их можно заставить. А можно заставить наоборот, заставить их, например, остаться зелёными. То есть всё используют химию, получается. Интересно. То есть вообще-то для дерева, если оно не сбросит листву на зиму, это же, наверное, вредно. Это очень вредно. Это риск гибели дерева. Все садоводы-огородники прямо вот знают об этом. Это вот очень критично. Они прямо вот плачут, там увидят яблоня, там ещё стараются. Ну вот смотрите, вы уже сказали, описали, что происходит. У меня вот вопрос такой здесь есть. Но вот частично уже сказали, что происходит внутри дерева зимой. Вот в этот период покоя. Что там вообще творится? Вот как если представить ствол, да? Что там? Самое интересное из всего. Ну вот там много чего не происходит. Ну фактически дерево там останавливается, высокодвижение. Значит так всегда плотные оболочки. Значит, если это какие-то, например, ну вот полярные растения, они вот полностью снегом бывают покрыты. И там включу момент, глубокий покой. Значит, все процессы установлены. Высокое содержание гормонов, старение. Вот эти два гормона не позволяют ему никак развиваться. То есть они его сдерживают. Развитие. Но самое интересное, это вода. Вот как замерзнет вода. Если вы помните, то зимой снежинки падают, да? У снежинок острые края. И я вот студенту всегда прошу представить, а что будет, если вот снежинка замерзнет, и вот эти острые края порвут мембрану, которая окружает тоненькая мембрана, которая окружает клеточку. Вот она по своим свойствам как мыльные пузырики. Вот тоненькие пузыри. Вот она нежная, мягонькая. Что будет, что все порвет? Ну, сок вытечет, они говорят. И, значит, проще неприятные вещи происходят. То есть клеточка погибает при этом. И как сделать? И вот она накопила сахар. Накапливает специальные защитные вещества. Там есть такие белки. Они помогают другим белкам сворачиваться правильно. Они сворачиваются и выполняют свои функции защитные. Вот. И при высоком содержании сахаров лед замерзает по-другому. То есть он замерзает, значит, как бы с круглыми краями. То есть необычно аморфный. Типа лед, научное название, так аморфный. То есть он и вот этот мягкий такой с круглыми гладкими лед не вредит растению. И оно остается в живых. И потом, когда это движение начинается, то есть оно пробуждается. И вот этот процесс. То есть вот так они зимой проводят время. Замерзает. По какой причине всё-таки некоторые деревья могут замёрзнуть зимой и уже не ожить весной? Бывает же такое? Ну, это их адаптационная реакция. То есть смотрят, где они живут. То есть откуда они родом. Так они и будут. Там, значит, это вот как раз генетика. То есть получается причина генетика. А вообще, значит, ну много чего может произойти. Бывает ещё, например, вредители могут напасть. Корневая система повредилась. И там он в этот момент, то есть все вредные факторы, то есть он может уйти раньше листа. Вот я сейчас вижу тополя. Представьте, они вот, многие тополи, даже коричневатые даже, если обращали на внимание, вот вредители. И вот они раньше листья упадут, чем даже положено. Вот таким вот образом. То есть влияет несколько факторов. Я просто послушала всё это. И такая, знаете, мы ходим, любуемся, мы кайфуем от этой осени. Она красива, она великолепна. А оказывается, всё очень просто. Гормоны старения, состояние покоя, они просто уже, они просто к сну готовятся уже. Да, когда засыпают. И мне кажется, что растения, деревья в частности, демонстрируют нам какие-то циклы человеческой жизни. Вот они просто демонстрируют его каждый сезон. Вот мы умерли, вот гормон старения, вот мы совсем умерли, и вот мы снова родились заново. Так интересно очень. Да, это интересно. Это короткер для растений. Да, они не... Да, что-то было. Давайте теперь перейдём к животным. Что у нас животное? Что у нас происходит у них в организме с осенью? Осенью у животных меняется внешний облик часто. Ну, например, птицы, звери линяют. Линька у них может быть послебрачная у птиц. Допустим, это август, начало сентября. Они меняют брачное оперение на осеннее. И может быть предзимняя линька, то есть перед зимой. Они меняют оперение уже на зимнее. И если это птицы зимующие, не перелётные, то зимуют они в условиях низких температур, то тогда оперение будет более густым, больше пуховых перьев. То есть там плотность, число перьев на единицу площади ну, в несколько раз буквально возрастает. У зверей то же самое. Они линяют, шерсть более густая, подшерсток лучше развит. Более плотно волоски расположены друг по отношению к другу. Меняться может окраска. Ну, чаще у млекопитающих к зиме шерсть становится более светлой или совсем белой, например, как у зайца. У птиц по-разному. Тоже может быть, допустим, куропатки белые или тундриные куропатки. Они становятся полностью белыми к зиме. То есть меняется внешний облик. Меняется поведение. А, поведение, да. Например, ну, естественно, заканчиваются все циклы размножения. Молодь обычно уже переходит к самостоятельной жизни. И они начинают, либо, если это птицы перелетные, образовывать какие-то скопления. Потому что в гнездовой период они разрежены. Ну, за исключением колониальных видов существуют. Пока у них птенцы, они тоже перемещаются, но тоже довольно разрежены. А к началу перелета они образуют скопления перелетные. То есть больше и больше. Вот все видели, наверное, за городом скворцов. Вот в августе, в начале сентября большие стаи. Их плохо узнают, скворцов, потому что они после... Когда пройдет у них послебрачная линька, они из черных с металлическим отливом становятся такие буры с белыми пестринками. И поэтому считают, там, дроздами их называют. Ну, не узнают. Вот они большие стаи образуют. Эти стаи интересные фигуры формируют в полете. Ну, и где-то собираются, образуются скопления. И в конце концов наступит день, когда они начнут перелет. Меняется поведение их. В общем, они больше... Если даже животные не совершают миграции, они больше кормятся. То есть, готовятся к зиме, конечно. Наедаются. Да, накапливают жир. Те, кто зимой не спит и не совершает миграции, могут запасать корма. И даже зимоспящие, млекопитающие, могут запасать корма. То есть, прячут, ну, например, хомяк, бурундук, белки. Они делают запасы на зиму. Птицы, например, поползни, синицы, они это, в общем-то, и круглый год делают. Если есть избыток пищи, они начинают куда-то в трещинки, под кору, там, кедровки в мох, размещать, там, орешки, семянки, крошки и так дальше. И не значит, что они потом свои запасы найдут. Это чаще всего запасы для популяции. То есть, все прячут, значит, куда могут. А потом, да, потом все это, общий запас такой у них получается. Ну и в конце концов, перелетные совершают перелет. Спящие переходят спячку, активной зимой, ну, переходят к зимнему образу жизни. То есть, меняется физиология, у них меняется терморегуляция, типы кормов. То есть, они переходят уже на сезонные корма, потому что, например, осенью недоступны там насекомые или зимой. И вот, ну, либо становятся неактивными. У нас с самого начала августа, вернее, сентября, идут звонки в студию сюда, в утренние эфиры, что вот одни полетели птицы, другие полетели клин. Там журавлей видели, только варили, по-моему, гусей. Вообще, кто у нас уже улетел, а кто еще остался, вот если вот говорить про город пока что? Ну, если про город улетели стрижи, в городе Абакане много стрижей. Вообще, в городах России либо черный стриж, либо белопоясный гнездятся. Абакане белопоясный стриж. Их называют ласточками неправильно иногда. Вот те, которые, ну, высоко там над крышами летают, с широкими серпообразными крыльями, темные, они очень поздно прилетают. Буквально последние числа мая, иногда даже в первой декаде июня. Они так открывают уже, да, по сути? Да, то есть они прилетают, когда уже миновала угроза заморозков, когда уже теплые ночи, совсем-совсем тепло. И они первыми улетают, потому что кормятся они витающими в воздухе насекомыми. В первых числах августа они всегда улетают. Независимо от того, что и лето, и в август жаркий, да, то есть они поняли, что пришла, наступает осень, и они улетают. Потом улетели, ну, из городских славки, пеночки, в городе гнезятся ласточки. Ласточки улетели, славки, пеночки, могли просто покинуть город. Некоторые виды могут сейчас просто где-то быть в приречных лесах, да, тоже формировать скопления, и в сентябре улетят. Очень долго будут грачи, галки, потому что они на земле в основном кормятся, корма у них самые разные, все что угодно они могут собирать, поэтому пока снег не ляжет, постоянные, они могут вплоть до ноября задерживаться. Ну, а совсем останутся, кто с нами зимует, воробьи домовые, полевой, сорока, черная ворона. Большая синица, вот большие синицы в городе и гнездятся, но в небольшом количестве, и притекают в город вот с приречных откуда-то лесков, с парков, зоны отдыха, там их очень много гнездится, с любых лесных массивов вокруг города, они стекаются в город, потому что в городе просто зимой проще пищу найти, и остров тепла над городом зимой, они здесь зимой, поэтому их сейчас стало больше. Вот в октябре прям заметно будет, их численность сразу увеличится, вот они будут с нами зимовать, и зимой в город начинают проникать оседлые, оседлокочующие птицы, например, дятлы, они везде, они уже не привязаны к месту гнездования, они будут везде рыскать, разные виды синиц, например, гаечки, московка, белолазаревка, пищуха такая птица, которая по стволам, как поползень, собирает корм по оползне, то есть зимой можно встретить зимующие виды птиц, которые не гнездятся в городе, но просто они везде рыскают, кочуют, и проникают в город. Бывает даже, что перелётные птицы остаются зимовать. Вот в Абакане грачи и галки, отдельные особи, могут зимовать. Это не массово, но в январе, например, встречала я грачей, там две, наверное, или три особи, то есть если есть пища, они могут остаться, потому что основная причина перелётов птиц – это недостаток корма или его полное отсутствие, потому что птицы – животные теплокровные, и сам по себе мороз, им не страшен, если есть чем кормиться. Ну просто получается, что насекомых нет, если птица собирает корм в воде, водоём замёрз, на земле корм собирает, земля покрыта снегом, световой день короче, время на сбор корма меньше, плюс низкие температуры, значит, калорий нужно больше, им просто нет возможности съесть столько пищи, чтобы себя обеспечить. Либо она малодоступна, либо её просто нет. Поэтому вот такие птицы улетают, а птицы, которые могут найти зимой корм, они остаётся. И птицы не строго перелётные, которые могут оставаться, если есть корм, останутся. Вот это известно для скворцов. Ну, в Абакане я не встречала, в больших городах, например, Новосибирск, в городах Европейской части России, скворцы могут оставаться. Ну, вот грачи, я говорила, галки. И на водоёмах, неважно, это в черте города, за чертой города, если водоём не замерзает, вот для Сибири характерны кряквы, крохоли и гоголь, утки водоплавающие. Они могут остаться зимовать. То есть, и вот это вот, например, у нас тоже за городом, где-то, ну, допустим, там, уручащие сорока озёрки, водоёмы не все могут опустить, если будет пища. Они там замёрзнут. Замёрзнут, да? Конечно. Там замерзают. Конечно. Не замерзает только, может быть, какой-то ручей, либо вот водохранилище, да, русло Енисея где-то. А сорока озёрки, трёхозёрки, там, мелкие водоёмчики, да, канала, это всё замерзает. Там птицы не зимуют. Хорошо. А вот к нам же кто-то же ещё и, наоборот, прилетает сюда зимовать. То есть, какие-то северные, да, птицы, возможно, с более северных широт. Я вот слышала, кстати, что у нас наши вороны не зимуют здесь, якобы, а прилетают к нам какие-то вороны с севера Красноярского края сюда на зиму. Ну, это нужно специально изучать, конечно, чтобы понять, кто летает, кто прилетает, нужно метить птиц, кольцевать. Но исследования показывают, что обычно вороны, чёрная ворона, молодые особи, то есть те, которые в этом году появились, они, конечно, по размерам, обликам, они уже от взрослых не отличают, то есть от тех, кто уже год и больше возрастом, они обычно откачёвывают южнее, а уже размножавшиеся могут оставаться на этом же месте. Поэтому, возможно, часть наших молодых особей откачёвывают южнее, а с севера Красноярского края, допустим, к нам прикачёвывают. Что касается зимующих у нас, да, вот в Хакасии зимует, ну, примерно 110-115 видов птиц, и среди них есть те, кто именно прилетает к нам зимовать, то есть не оседлые, не те, которые всегда здесь были, а которые прилетели зимовать, потому что в Хакасии степи занимают большие территории, снега в степи мало, и если птицы хищные, то есть млекопитая, там мелкие, например, млекопитающие грузуны доступны тогда, или собирают на земле, там, семена растений, это всё доступно, там, или на деревьях, там, побегаем молодыми почками, тогда они могут прилетать к нам зимовать, и, например, белая сова, или полярная сова, она в Хакасии зимой встречается, прилетает с более северных районов, кречет, сокол такой, пуночка, овсянка такая, воробинообразная птица, они вот именно, можно сказать, зимуют, зимуют в Хакасии, то есть не температура, а корм важен. Понятно. Я что хочу спросить, вы говорили про степи, вот когда мы в городе живём, нам как-то вот, ну, мы привыкаем к одним и тем же городским птицам, в основном голуби, там, воробьи, там, какие-то зимой усеницы, да, уже говорили, а вот как только ты выходишь в степь, потому что в лесу птиц не так видно, они, видимо, в деревьях все равно прячутся, а степь, она показывает, какое разнообразие у нас действительно, потому что стоит только вот в сторону девятого поселка, там степь выйти, там, с собакой гулять, той же, да, и там вот эти вот удоды, они, правильно я сейчас говорю, живут у нас, да, какие-то, какие-то совершенно окраса невероятного какого-то зелёно-жёлтого, переливается всё это, я не знаю, столько много птиц, которых ты просто никогда не увидишь вот в городских условиях, они, видимо, ну, я не знаю, как-то вот там, они все улетают тоже, да, это всё прилетно. Но в степи зимует на самом деле не так много птиц, это вот некоторые хищные, вот тот же беркут может, ну, не может, а зимует в Хакасе, может же чёрный гриф прилететь, зимовать, вот кречет, полярная сова, если хищные, долго-долго, прямо до конца ноября могут оставаться луни, тоже хищные птицы, ну и овсянковые, которые на земле кормятся, ну, те, которые на траве, которые не скрыты снегом, на сухой траве, там семена же остаются, полы, например, конопля, это чечётки, длиннохвостые снегирь или урагус, или длиннохвостые чечевица, по-разному называют его, коноплянки, вот такие виды птиц, их действительно много, по численности, но видовое разнообразие зимой не столь велико, но летом больше, конечно, но сказать, что все они там улетают или остаются нельзя, то есть соотношение, вот соотношение зимующих и перелётных примерно такое, причём в разных широтах, это хоть совсем там приполярные районы, хоть и у нас умеренные широты, вот если всех птиц брать за 100%, то вот перелётных и оседлых у водоёмов обычно почти все перелётные, потому что просто замерзают водоёмы, а там те, кто кормятся на воде или у воды, в лесах перелётных больше, но и оседлых, ну, то есть там примерно пополам, в населённых пунктах оседлых, наверное, больше, но если брать те, которые гнездятся здесь, не которые город просто привлекает, и в степях больше всё-таки тоже перелётных, потому что всё равно снег, деревьев нет, чтобы на деревьях кормиться, на деревьях можно было, поэтому вот водоёмы все улетают, а в лесах многие остаются, вот если такую цепочку ряд строить, вот так, то есть от условий зависит. Давайте к кварцам вернёмся, пока я вспомнила, у нас некоторое время, давно это было, ну, вот прямо как-то люди звонили весною, и прям ругались, ругались, ну, на власть ругались, говорю, вот, довели, скворцы больше не живут в домиках, они вот, они прилетают, они просто исчезли, это такая экология, в чём дело, почему правда скворцы иногда не возвращаются в свои вот эти вот деревянные домишки? Ну, наверное, они им что-то не понравились, дело в том, что скворцы требуют, если есть выбор, они требовательны к месту устройства гнезда, и на самом деле скворечники такие чисто выструганные, герметичные, они их не привлекают, наоборот, там должны быть неостроганные доски, щелки какие-то, чтобы проветривались, и так дальше, потом направление ли ткани могут, это не обязательно условия, но они имеют какие-то предпочтения, близость места кормления, они же тоже не будут в любом месте строить гнездо, и за кормом далеко летать, поэтому вот много чего, и говорить о том, что скворцы исчезли, потому что в городе там что-то плохо стало, это не совсем правильно, нужно разные факторы учитывать, может быть, газон их меньше стало, а может быть и нет, может быть, просто за городом больше дуплистых деревьев, там, они закрыты гнездящиеся, и потом в природе есть естественные циклы популяционные, то есть численность то возрастает, то снижается, и это чаще даже не связано с деятельностью человека, то есть винить человека во всем нельзя, в природе естественным образом происходит, наблюдаются волны численности, или популяционные волны, какие-то, в какие-то годы много, потом становится меньше, потом больше, они могут период этот занимать, там, от пика до пика, несколько лет, это совокупное влияние множества факторов, там, может быть, и начиная, там, от солнечной активности, от осадков, там, и всего прочего, потом насекомых численность меняется, да, это влияет на птиц, и вот все совсем связано, трудно однозначно сказать, а бывает еще так, вот если речь идет о скворцах, или о снегирях, вот часто про снегирей, про свиристели, то же самое говорят, вот их было, было много, а потом вдруг они исчезли, на самом деле, вот обыватель, он же не ходит, и не считает их специально, смотрит в окно, или идет на работу, идет на учебу, и вот постоянно проходит мимо рябинки, и вот там, значит, плоды, и там он видит этих птиц, а потом какой-то год не урожай был, или спилили рябинку, или просто они перелетели на соседнее дерево, он их уже не увидел, и вот такое субъективное формируется мнение, что они куда-то исчезли, а на самом деле ты видел всю зиму, какую-то одну группку из трех-пяти птиц, а потом они в соседний двор перелетели, ты их не увидел, потому чтобы такие выводы, и так же скворец, вот у меня в огороде есть скворечник, два года жил скворец, а потом пять лет не жил, но он у соседей живет, наш не выбрал, и я не могу сказать, что скворцы куда-то исчезли, поэтому делать выводы можно, когда масштабно проводятся исследования, учет какой-то, и даже если действительно численность меняется, то далеко не всегда человек виноват в этом. Давайте так, значит, друзья, чем меньше и вы мастер, у вас есть меньше квалификации, когда вы стругаете скворечник, тем скворцам, как оказывается, лучше, да, 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 что вам позор, то скворцу, прямо вот такая вот счастье ему, такая вольная жизнь, ближе, так сказать, он воспринимает это своим домом, что у нас с вот всякими земноводными рептилиями, лягушки же, ящерицы, змеи тоже собираются у нас? Это холоднокровные животные, то есть температура телых непостоянная, поэтому зимой они активными быть не могут, и когда температура понижается, они начинают готовиться к зиме, ищут место укромное, и впадают в спячку, то есть наши земноводные, присмыкающиеся в Сибири, в Хакасе, в частности, они все зимой спят. Лягушки спят либо под корнями какого-то дерева выворощенного, либо в норах грызунов, то есть какое-то место, ну, достаточно глубокое, которое хорошо, ну, во-первых, глубь земли, снегом, чтобы заваливалось, чтобы была термоизоляция, чтобы температура там не опускалась намного ниже нуля, чтобы просто не замерзли жидкости тела, там кровь, лимфа, и не разорвали кристаллы льда, ткани. Присмыкающиеся тоже самое, какие-то там расщелины, под камнями, в норах, где-то под пнем, также, чтобы температура не опускалась много ниже нуля. А так как таких мест не столь много, то обычно бывает, что змеи держатся, ну, каким-то скоплением. Потому что просто рядом есть место зимовки. Или если люди нашли это место зимовки, ну, там увидели, там, не знаю, 20 гадюк, да, это сразу какая-то уже катастрофа. Всякие мифы вокруг этого, что там они срастаются и прочее. На самом деле мест не так много, если это место есть, то оно максимально используется животными. А потом они далеко уже летом не расползаются, хотя молодые довольно далеко, им же нужно новые места какие-то занимать, да. Дисперсия рассеяния молодых всегда у животных происходит. И в это время много животных в нетипичных местах встречается. И начинают тоже вот газеты, на телевидение обращаться, да, куда там звонить. Вот змей много, там, лягушек много. Что это за катастрофа? На самом деле просто молодые расселяются. Кто-то погибнет, кто-то останется, кто-то займет новую территорию. Вот так. Но земноводные могут, вот лягушки, могут и под водой зимовать. Для Сибири это не очень типично, но бывает. Если водоём не промерзает до дна, они ищут какие-то места поглубже и подо льдом зимуют. Они не активны во время спячки, но это не анабиоз. То есть это просто спячка. Они на самом деле, процессы жизнедеятельности у них не останавливаются, просто сильно-сильно замедляются. Это можно сравнить с человеческой комой? Я не знаю. Ну, наверное, трудно это с комой. У них всё замедляется очень сильно, но не останавливается процессы жизнедеятельности. Обмен веществ не нулевой, потому что вот у земноводных, например, половые продукты созревают. Они накапливают жировое тело летом, то есть над половыми железами такие у них, лопастевидное скопление жира. И они тратятся зимой, у них созревают половые продукты, потому что как только они выходят из спячки, они вскоре начинают, начинается нерест у них, вот всё размножаются, значит созрели. Полностью всё не останавливается. Ну, спят. А вот вы уже упомянули, когда человек находит целое там место, где скопища, где зимуют, спят гадюки, например, это же страшно, всегда змея это страшно даже в таком моменте. Что будет, если он как-то нарушит этот сон их? Что получится? Это гибель? Нет, если они спят, то ничего не будет, потому что они станут активными только при повышении температуры. Если человек там зимой, они в оцепенении, они так и будут в оцепенении. Они холоднокровные, поэтому они станут активными, когда они прогреются. Они не могут поддерживать температуру. Я имею в виду, если он каким-то образом нарушит вот это место, как-то, может быть, его приоткроют или как-то доступ к температуре организуют, то погибнут? Ну да, могут погибнуть. То есть, если там минус 40 на улице, да, и вот доступ холодного воздуха появился, они могут погибнуть, конечно. Но некоторые млекопитающие вот в состоянии зимней спячки ну как бы как какое-то у них в нервной системе есть какой-то будильник, сторожок какой-то, потому что если вдруг температура начинает резко опускаться или человек там поменяет нарочно или нечаянно положение, тело перевернёт, то они просыпаются, там сворачиваются как-то, там перемещаются, углубляются, в общем, приводят себя в порядок. млекопитающие, потому что они всё равно, те, у которых лёгкий сон, они могут просыпаться. А что у нас с насекомыми? Кто-нибудь знает, как у нас, вот муравьи куда зимой, как это они там, такие социально организованные такие вот насекомые? Насекомые зимой тоже спячки проводят зиму, то есть они в земле, там где-то в ходах, в подстилке, там под корой, ну разные виды по-разному, там в гниющих останках где-то проводят зиму, спят, у них это тоже спячка, насекомых называют диапауза, ну вообще этот период покоя называют диапауза. Насекомые могут либо в состоянии взрослого насекомого и мага, вот как, например, муравей, да, вот сам муравей, или там некоторые чешуи крылы, некоторые жуки, вот в взрослом состоянии они зимуют, могут только на стадии куколки зимовать, вот тоже, например, некоторые жуки, некоторые чешуи крылы, некоторые двукрылые на стадии куколки, а могут зимовать на стадии яйца, Вот, например, саранча, саранчевые, они в зиме, ну, осенью погибают взрослые, но перед этим они отложили яйца, и вот зимуют только яйца, и никакие другие стадии, поэтому весной из яиц, там, личинки и так далее. То есть на определенной стадии, у кого-то на любой, вот муха, например, домовая, может на любой стадии зимовать, потому что у них много поколений за сезон может быть, за лето, и вот какой стадии застала зима, на той стадии зимует. То есть на определенной стадии или на любой стадии тоже впадает в оцепенение, и зимует, всё, спит, останавливается процесс жизнедеятельности. У животных могут, вот у холоднокровных, чтобы они не замерзали, также накапливаться, вот особенно это касается личинок, насекомых, вещества, ну, выполняющие функции антифризов, которые снижают температуру замерзания воды. В любом случае жидкости тела, это не дистиллированная вода, в любом случае они замерзают при температуре ниже нуля. Если ещё накапливаются антифризы, то вот эти вещества, там, аминокислоты, там, типа глицерина вещества, то они могут жидкости замерзать, например, при минус десяти. Поэтому если в месте, где зимует, спит насекомое не ниже, чем минус десять, они спокойно переживут это время. Я всё время думаю, вот комарьё летает до сих пор по дому, раз-раз, откуда они залетают, каким образом где-то. А вот в подвалах же живут, комары даже могут, наверное, всю зиму там размножаться. Ну, а чаще так и бывает, вот в жилищах, в строениях каких-то комары, ну, вот эти, как сказать, насекомые рядом с человеком, которые синантропные мухи, комары, там, и могут другие членистые, многоножки, например, там могут тоже существовать жить, там, пауки. А вот мне интересно, какой-то, подождите, в прошлую, по-моему, весну, не в прошлую, а в позапрошлую весну было очень много двухвосток. Жители частных домов, я думаю, сталкиваются с этим постоянно. Как только начинается весна, они, значит, начинают... У меня просто был случай незабываемый. Я выхожу ночью, включаю свет, и вот я сначала думала тараканы. Если честно, откуда в своём доме тараканы? А это двухвостки. И вот они вот так вот строем прямо в несколько рядов ползут куда-то вот все в одну сторону вот так вот ползут. А вот в эту весну их почти не было. От чего это зависит? Ну, это, на самом деле, уховёртки. Уховёрток называют двухвостками, да. Я не знаю, от чего это зависит. Что-то нужное им было. Они в жилищах часто встречаются, где есть там особенно рассада, там в подвале что-то, там земля или что-то такое, где они могут находиться. Ну, не знаю, активны стали почему-то. Зачем они поползли? Я не знаю. Куда поползли, не сказали. Не сказали, да. А вот интересный ещё вопрос такой у меня. Вот вы уже упомянули о том, что живут какие-то вот грызуны, там запасают, например, белки, хомяки, наверное, суслики тоже, может быть, на зиму. Вот мне интересно мыши. Почему они моментально осенью из своих норов, конечно, полёвки живут в полях, соответственно, почему они моментально приходят в человеческое жильё? Это такая приспособленность, да, к жизни, да, как-то за много времени. Ну, мыши. Мыши. Домашние животные практически. Мыши, как и все животные, осенью начинают расселяться. То есть молодые начинают расселяться. И так как у полёвок тех же самых несколько поколений за сезон образуется, то их очень много становится. Они начинают расселяться. Естественно, они ищут, где больше пищи, ну, просто расходятся. И вот на их пути населённые пункты. Это действительно так. Кроме домовых мышей, которые всегда связаны были с человеком, вот осенью, вот когда мы в доме жили на земле, то осенью ставили мышеловки, полёвки, полевые мыши. Август, сентябрь, октябрь прямо вот каждую ночь попадались. Ну, они массово расселяются, численность их большая, населённые пункты их привлекают, потому что там сады, огороды, поля и так далее. Ну, вот поэтому так. А потом зимой они, ну, всё, они исчезли. Они не засыпают, полёвки, мыши не спят зимой, они активны, потому что могут корм найти. Если бы спали. Если бы, да. Ну, спят мышовки, спят зимой. Вот из наших мелких млекопитающих суслики спят, но они обычно просто жир накапливают, мышовки жир накапливают. Хомячки, хомяки спят, но они ещё и жир накапливают и корм запасают. То есть у них такой лёгкий сон зимний, они могут просыпаться и подъедать ещё. То есть вот кто-то спит, кто-то не спит из мелких млекопитающих. Не все спят, далеко не все. Наверное, к Елене Юрьевне вопрос следующий. Многие жители Абакана рассказывают в этом году, что у них второй раз зацвели деревья и некоторые травы, там, тысячелестник, скажем, в огороде там где-то вот зацвёл ещё раз. С чем это связано, вот, цветение? Ну, это, опять же, гормоны. Вот, значит, абсциссовая кислота, про которую я говорила, ну, этилен – это газ. То есть это, ему надо следовать такие количества. А, значит, получается, вот, овциссовая кислота, она же переходит в стадию покоя, то есть если её не будет, то и не будет покоя, скажем так. Поэтому растениям как бы нет покоя. Она вымывается водичкой, у нас вот такие осадки, что она просто смывается. Бывают даже такие случаи, это вообще характерно для кукурузы, некоторые мутанты кукурузы и некоторые растения, она прямо, вот, семечка в вивипаре называется явление, когда семечка порастает прямо внутри початка, да, или там, колоса, там, вот. То есть они могут не просто засвести, они ещё и успеют, могут дать урожай, номер номер два, да. Да, но это как бы, ну, это вредное явление на самом деле, потому что растение тратит ресурсы на цветение, поэтому это, конечно, лучше не допускать. То есть есть специальные препараты, их можно, ну, прочитать, то есть чтобы, ну, нужно спать зимой, они и так переносят неблагоприятный период, это истощает растения. Угу. Ещё у нас грибы сказали, если вы идёте по грибы, то мы придём к вам сами. В общем, многие жители рассказывают Абакана, что обнаруживают у себя прямо в огородах грибы, ну, не шампиньоны, а именно какие-то другие вот грибы, вот, тополевики их называют или вот какие-то такие. Вот одна женщина сказала, я прямо, говорит, вот вышла даже не в огороде, а прямо во дворе, вот он возле крылечка, я его, значит, срезала, он большой, я тут же его потушила, и съела. Ну, вот большой вкусный гриб там оказывался, она говорит, я просто знаю, что он съедобный. Это вот такая какая-то, и вот, ну, то есть растения тоже осваивают какие-то территории новые, вот, как это происходит, почему? Или это связано с их какими-то там грибницами, может быть, где-то? Вот это связано с грибницами в первую очередь, потому что вот эти плодовые тела, это маленькая-маленькая часть основной грибницы. Вот, значит, есть примерное, примерное расстояние известное по ДНК-тесту, значит, до 7 километров может быть один и тот же гриб. То есть он грибница может, ну, простираться, скажем так, на 7 километров. В почве там. В почве. Она огромная. В 3-7. У них, у грибов вообще свой метаболизм очень интересный, у них там свои особенности, там тоже есть. Например, они, ну, вот, у них очень прочная оболочка. При росте они могут даже, ну, вот первые 2-3 дня у них рост настолько интересен, что даже асфальт могут пробить. То есть для них это несложно. Потом рост останавливается, 2-3 дня покоя, и потом на 5-6 он уже уничтожается, этот гриб. Этот гриб, полдовое тело, которое мы называем, он нужен только для размножения, то есть для спор, расселения. Споры очень легкие, размножаются ветром и хорошо прорастают во влажный период. Вообще, вот именно массовый рост грибов связан с двумя факторами. Это фактор температуры, должно быть достаточно тепло, а второе – должна быть влага. И вот это благоприятно очень для роста грибницы. Грибница, ну, скажем так, нравится. И она, вот, бурный рост плодовых тел наблюдается как раз в этот период. Любят, друзья, грибы тепло и влагу, поэтому к вам в огороды они и идут, потому что август был жарким и влажным очень. Да, 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 для них всё удачно складывалось. Вообще, вот грибы – это же, что это такое? Вот в классу грибы имена нет, даже не… Грибы – это грибы. Это такое царство. Есть растения, животные и грибы. А есть грибы, да. То есть некоторые же, ну, к кому от них отнести, эти грибы? Ну, вот к грибам, получается. Да, у них это и не растения, и не животные. У них свои свойства, свои характеристики. Тут ещё причина какая? Споры, то есть они могут просто прорастать грибница, и в почве могла быть грибница, но в спящем состоянии. А когда тепло, много влаги и подходящая там мёртва органика, чем питаются грибы, они начинают расти. Либо споры расселяются, споры микроскопически ветром на гигантские расстояния разносятся, и они всегда и везде есть. Вот плесень – это же тоже гриб, да, и кажется, всё закрыто, откуда она берётся. Споры невидимые нам разносятся. Ровно так же и другие споры грибов принеслись, и вот благоприятные условия созданы, и они прорастают, и всё. Вот у нас тоже на этой неделе под кедром небольшим, который у дома растёт, выросли эти самые маслята. Даже маслята. Да, то есть это вот в Калинино. Кедр этот растёт лет 10. Небольшое деревце привезли мы из тайги. Никаких грибов там, естественно, не было, но, очевидно, вот земля, которая там попала, там были споры или гифы грибов, либо споры принесли, и вот условия благоприятные, и всё, они вот прорвут, маслята выросли. Потом им нужны ещё определённые виды растений, с которыми они в симбиоз вступают. То есть тоже, если эти все условия складываются, совпадают, они вырастают. То есть споры, семена, всегда и везде их много, разных. И если где-то каких-то растений, грибов нет, значит, там просто нет условий. Когда условия создаются, они вдруг из ниоткуда возникают. Ну, не из ниоткуда, а из споры и из семян. Вопрос глобальный и следующий, потому что Татьяна Викторовна Иванова, которая была недавно у нас, на прошлой неделе, по-моему, да, в эфире, ну, чётко уже заявила, что уже по всем исследованиям, которые климатологи проводят, а у нас глобальное потепление. Поэтому, как раз, глобальный. Чётко повышается температура. За каждое, там, уже десятилетие отслеживают чёткое повышение температуры. Она сказала, у нас за последние, по-моему, 10 лет. 10, да. На 1 градус. У нас это много. Она когда-то очень много. Да, это много, конечно. У меня вопрос такой, как вот такие изменения климатические могут повлиять на природу, как биологам? Как вам даже кажется, может быть, даже какие-то версии? Что случиться может? Ну, то есть, я уже спросила у неё, нам, говорю, африканские-то песни разучивают. Нет, ну, пока ещё нет. Ну, вот, а что, не появится ли у нас страшнее всего какие-нибудь африканы, анаконды какие-то, я не знаю, там, или что-то? Ну, так быстро изменения вряд ли произойдут. Конечно, нет. Потому что вот эти климатические тренды, они оцениваются за много лет. Вот за 10 лет температура, например, за 30-летний период, там, сравнивается за 10-летний, там, на 1 градус. Но межгодовые изменения, то есть, год от года, межгодовое вот это рассеяние может быть больше. Поэтому бывают очень холодные там годы, бывают жаркие годы. И вот эти межгодовые различия, они всё равно выше пока, чем эти глобальные тренды. Поэтому сказать однозначно, что вот там на плюс, на 1 градус выше, и сразу всё изменится, мы не можем, потому что были годы жаркие, да, которые соответствовали, например, средней годовой температуре этого года, там были более холодные. Поэтому быстро это всё не происходит. Но какие-то изменения, да, например, какие-то, в какие-то определённые дни года, допустим, температура ниже минус 40, а потом из-за климатических изменений этих дней в году не стало. А ниже минус 40 какие-то виды могут просто не перезимовать, да, погибнуть. Или с другой стороны наоборот. Вот там снега было меньше, стало больше или что-то ещё. И какие-то насекомые нетипичные для нас там перезимовали. То есть вот такие вот единичные какие-то случаи могут быть. Но глобально, конечно, сказать, что вот завтра у нас тут уже пальмы вырастут и прочее, мы не можем. Хотя, ну, и есть такие исследования, которые показывают, что, например, поднимается верхняя граница леса в горах. То есть граница леса зависит же от температуры. И верхняя граница леса, ну, на сколько-то метров там, например, за определённый промежуток времени поднялась, что говорит о том, что вот теплее стало. То есть есть изменения, но не столь резкие. И вряд ли мы застанем, когда у нас тут пальмы вырастут. Ну, пальмы, понятно, у нас не вырастут. Но, тем не менее, каким образом тоже вот мы уже поговорили, что вот растения приспосабливаются, они понимают, что им пора засыпать по световому дню, да. Но вот опять же, например, у нас в каком-то году, это давно, кстати, было, это, наверное, что-то лет 10, может быть, говорили, что растаял ледник тут у нас какой-то вот в Хакасии, который вот... Ну, в Кузнецком-Алатау, да, эти ледники малой формы, малые ледники. Да, 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 малые ледники. И вот он там какой-то был известный, на известной горе такой, и вот они действительно подтаивают уже. Вот это как может повлиять в целом на природу? Именно таяние ледника? Ну, вот именно там, где он тает, каким-то образом, вот это никак не... Ну, эти снежники, ледники, они же важны для горных растений, животных. Ну, например, они дают ветер. А к ледникам, к снежникам стремятся горные животные, те же олени северные, которые в тундровом поясе обитают, как спасение от гнуса, вот это перемещение воздуха. Потом некоторые насекомые, там, птицы, могут скопления образовать на снегу. Например, некоторые птицы могут, вот насекомые, там, ветром несутся, на снег падают, могут кормиться, то есть что-то... То есть какой-то... Потом влага дополнительная появляется. Какие-то, конечно, есть особенности. Есть растения, да, которым нужно, чтобы вот рядом снег был. Это, конечно, скажется как-то. Но вот именно если речь идёт об этом леднике, это, конечно, печально, что это происходит, произошло, но вряд ли как-то глобально... Никак. Нет, никак нельзя сказать, но вряд ли это какие-то глобальные такие последствия будут для этих систем. Друзья, к сожалению, наше время подошло к концу. У нас были в гостях доценты кафедры биологии Института естественных наук Хакасского государственного университета Тамара Злотникова и Елена Шукова. Спасибо вам большое, учёные наши, за то, что приходите и... Спасибо. Можно организовать нам научпоп. Спасибо.